Всех приветствую на канале, кто дочитал хронографию. Значит, суть. Опять, наверное, для Алекса Пи в основном буду говорить. Вот наша концовка про это бледное дитя. О том, что они повредили ядро у дерева, и оно началось чесать, и киса доволен тем, что они сделали. И самое главное, калет вот здесь вот увидит, что говорит. Эвриборн. Если они когда-нибудь родятся заново, надеюсь, они найдут друг друга снова. Вот дело в том, что босс нашей Иллу в принципе самолично ввела всю вот эту вот систему чистилища, где сейчас у нас обретаются четверо изначальных вот этих великих элементалей после того, как они пожертвовали собой, чтобы остановить этот вот временной коллапс в начале сюжета АЕ. Из-за чего у нас не элементали, а тоже духи здесь элементальные. И Айша, как дочь Саламандра, рождённая из его пламени, живая, оставленная сейчас в мире живых, следить за всеми духами, то есть как настоящий Максвелл у нас, потому что без силы этих четырёх ныне духов у элементалей там начались 20 тысяч БЦ проблемы. У них просто их источника силы нет. То есть суть. Для низших источник силы их высший в первую очередь. И мы сейчас не говорим о каких злых сущностях, мы говорим об изначальных энергиях, которые имеют, скажем так, не столько физическое, сколько как бы вот это вот сознательное воплощение на этой стороне. Дальше. У нас полно спектров, которые не агрессивны. Это такие вот как Некокок, такие как Юкино, и их много там дальше в сюжете, значит, у нас целая деревня есть. И то все. Но, опять же, всё упирается в историю Цуки, когда её отец по ошибке женился на спектре, которая слопала, по сути, всю страну в одну харю. Да ещё дочь от него родилась целью переехать потом в это тело. То есть дочь внешне полная копия её. Они чудовище, здесь говорить нечего. Про них у нас ничего пока непонятно. Цуких и полукровка. Нона сейчас всех убьёт, просто я чувствую, через несколько дней своей историей. Она шейт-тайп. Юрия не шейт, Вельвет не шейт здесь. Она шейт-тайп. Сейчас, если вот через Нону пойдёт шара на вот этих, я отговорю, ведутся, блин, на красивых баб. В Арайзе специально вам нарисовали. Чтобы ни малейших не было вообще. Сомнений. Как считает Латую? Лавстори. Значит, у нас здесь под боем кто? Изначально элементарий нет, их не тронут. Раса Цукихи, в принципе, всегда была злая. Это не вопрос. Драконы. Есть священные, есть злые, но злые. Они, в принципе, злые. Они враги, но добрые люди едят за милую душу тоже. Поэтому это просто драконы. А голодает съест. Здесь не приходится жаловаться. А такие вот реально проблемные, которые от королевы, это вот такие, как Наги и вся раса Пиццики. Из всех здесь собравшихся реально без души только Пиццика. И то вся раса её уже адаптировалась к планете, у всех есть. У неё только нет. Хороший персонаж, которая была очень сильно в расстройстве об этом. Это о себе узнать. И она может управляться с башней так, как управляться Юрий. Делайте выводы. Единственное в АЕ. Вот эти двое на одном уровне. Ну и Кларте, это тоже очень большая проблема, потому что он, в отличие от Местрара, которое поколение здесь уже тоже родившееся, даже если там намекают, что инкарнация конкретных... Всё равно все они инкарнации конкретных душ с этой их Луны. С Кларте ситуация особенная, потому что он вообще... Альфа-гео-прототип это лунный. Это идёт у нас в Лоре как искусственный дух, по сути. Как искусственный серий. И Грегор там, в принципе, ясно какой. И, в общем, Кларте может выкинуть номер, как Юрия. Поэтому я говорю, для меня только вот этот персонаж, который у нас погиб. Но к возвращенцу я присматриваюсь. Так, и кто у нас ещё остаётся из интересных? Миша, потому что у неё тоже шейт-тайп. Но там же, вроде бы, достаточно прямо сказано, что сирены мигрировали в более холодные края, из-за каких-то более тёплых, так что они, в принципе, скорее всего, все туда корнями идут. На королеву. Поэтому у Милши шейт-тайп, и в Атлантике храм этому шейдовому элементарю с Луны. Так что сейчас у нас повестка дня. Самое вот главное. Это Нона, которая пойдёт в связке с историей какой-то параллельной альтернативной Цукихи. Где всё по-другому было, видимо. И ввиду всего этого, категорически недопустимо, чтобы люди начали сейчас голосовать за неё здесь. К счастью, у неё совершенно отвратный геймплей. Она вообще никакая. Ей дали бы класс в Тирлисте. Юрия удерживает до сих пор. Можете посмотреть в Тирлисте реально, на Вики. Почему и как? Калет, конечно, сейчас его обойдёт как саппорт. Калет хороша. Вот. Но Альфин не так вроде бы плох в огненной команде. Поэтому сейчас всё равно может опять начаться всё вот это вот недоразумение. Когда авторы неправильно понимают, чего хотят зрители. Из-за того, что такие как Шион и такие как Мать этой Цукихи, очень сильно дурят людям голову. По сюжету. Насчёт бестфолков, таких как Альтона, здесь всё тоже достаточно сложно. Они потомки элементалей в родстве с монстрами. Ну, это раса, одна из основных у нас здесь. Которая воюет с людьми. Но они ничего общего вот этим всем не имеют. То есть, когда кто-то с кем-то воюет, и кто-то кого-то ест, это нормально. Ненормально, когда начинается вот это. Вот это ненормально. Даже Наги понимает, что то, что она адаптировалась на планете и выращивает сейчас на планете детей из своего клана, отнюдь не гарантирует, что они тоже адаптируются к планете и не будут пытаться здесь всё сожрать. Она надеется, конечно, но она прекрасно понимает эти риски. И как бы, да, это под её ответственность. Но ей дали пост-30-е это химэ, поэтому как бы она не дура. Разберётся. С персонажами проблем нет. Проблемы есть с фанатами. Ну и с Амимальдой, которая очень доверчивая, да и тот вроде бы понял, что это не то, чтобы палец в рот не кладе, это вообще... Её сюда никто не звал вообще, в принципе, звали Альфина, только она увязалась за ним в портал, потому что вызов был в физике и не через систему защиты планеты. То есть это, в общем, такой пробой на стороне АЕ, который выйдет боком сейчас в истории Ноны, потому что они специально пихнули это перед этим. А Нона завязана на фантомов и на Шейда, там вообще всё очень плохо. Однозначно будет, поэтому всем на это настроиться. Юрия привязан к планетарной защите, поэтому что бы сейчас ни было в Терноног, и где-либо ещё, нас не волнует. Это не про него просто будет. В этой франшизе просто очень много персонажей, которые выглядят и зовутся так же. Спасибо за внимание.